Федеральная антимонопольная служба потребовала от операторов сотовой связи отменить роуминг внутри России. На это фаз дала операторам две недели, в противном случае им грозит не только штраф, но и взыскание необоснованно полученного дохода. Как на самом деле проходит сотовая реформа, разбиралась Мария Воробьева. Татьяна Воротынцева в последнее время всегда на связи. Сейчас ее сын гостит у родственников Вологодской области. Девушка звонит ему несколько раз в день, правда нещадный роуминг ограничивает время разговора. Звонки в соседнюю область дороже, чем по нашей Архангельской области. Конечно, это немного накладно. То есть приходится искать какие-то тарифы более выгодные, подключать какие-то опции. Когда я выезжаю в другую область, у меня получается тариф 5 рублей в минуту. А тут, например, между своими Теледва, там еще копейки стоят. Ситуация с роумингом внутри страны может измениться в течение двух недель. Такой срок Федеральная антимонопольная служба дала большой четверке мобильных операторов. Теледва, МТС, Мегафону и Вэмпелкому, в простонародье Билайну, чтобы уравнять условия роуминга в разных тарифных планах. Фактически речь идет об отмене внутрироссийского роуминга. Дело в том, что ФАС посчитала необоснованной разницу цен на роуминг у абонентов дорогих и дешевых тарифов. В действиях операторов ФАС нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции. Нарушение, по мнению ФАС России, заключается в том, что эти компании установили экономически, технологически и иным образом необоснованные различные цены на один и тот же товар. ФАС России полагает, что цены и в домашнем регионе, и в соседних регионах за пределами своего края не должны отличаться друг от друга. В случае неисполнения предупреждений большой четверки могут грозить штрафы и взыскания необоснованно полученного дохода. Речь может идти о штрафах в несколько миллионов рублей или полном возвращении незаконно полученной выручки в федеральный бюджет. Однако мобильные операторы уже внедряют новую ценовую политику. Их ответ на отсутствие роуминга – повышение тарифа в целом. Но на официальном сайте ФАС заявил, что не допустит необоснованного повышения тарифов сотовых операторов после отмены сетевого роуминга. Мария Воробьева, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска.